есть ли жизнь на марсе нету ли жизни на марсе это уже нас не так уж и интересует а вот что интересно да если жизнь после смерти и вообще что такое смерть давайте разбираться здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим об очень на мой взгляд очень интересной теме которую может быть мы все с вами думаем но стараемся как-то все-таки отодвигать эту идею и эту мысль мы сегодня поговорим о смерти смерть вещь пугающие однозначно пугающие всех нас неважно практически неважно какому с вами возраста но понятно что ребенок не очень задумывается о смерти хотя они читают сказки видят какие-то ерундовые фильмы да и видишь что смерть это что-то нечто плохое взрослый же человек чем старше он становится он все-таки больше начинает задумываться о смерти есть три основных причины почему мы с вами боимся смерти первая причина это того что в принципе мы уходим из этой жизни мы покидаемся в этот мир и в этот мир мы с вами больше не вернемся то есть как это так я больше выхожу отсюда и больше есть никогда меня не будет а я же столько всего может быть еще не успел сделать попробовать побывать и это нас пугает вторая причина почему мы с вами боимся смерти это неизвестность всегда то что нам не известно она нас очень сильно пугает мы не знаем что будет дальше мы умрем из-за этим неизвестно так как всегда шутят что оттуда никто не возвращался поэтому никто не знает что же там на самом деле есть ни одна из вышеперечисленных моих причин на самом деле не является настоящей причиной по отношению почему мы с вами все-таки боимся смерти потому что согласитесь смерть это вещь от которой мы знаем с самого детства как я уже сказал до этого и по логике вещей наверное мы с вами в принципе могли бы к ней уже привыкнуть то есть как бы мы понимаем что рано или поздно смерть наступит мы все равно ее боимся или же ну как бы это обычный цикл да какой-то определенный цикл жизни и он имеет свойство как бы заканчиваться все в этом мире заканчивается рано или поздно зима заканчивается лето заканчивается зарплата заканчивается да как бы ну и тоже рано или поздно наступит смерть но мы все равно ее боимся а если же говорить даже о том что мы боимся смерти из-за того что это что-то неизвестное то здесь как бы тоже неоднозначно потому что смотрите чаще иногда бывает все таким что мы ждем неизвестность мы невестное путешествие да мы не знаем что он таится за трапом самолета либо же неизвестная встреча которая скорее всего мы думаем что она приведет каким-то хорошим последствиям то есть опять же неизвестность не всегда нас пугает поэтому эти две причины неизвестности в принципе факт того что мы уйдем из этого мира они не являются полноценными основаниями для того чтобы бояться смерти а что же да нас заставляют бояться смерти самая страшная причина это того что исчезает мое я как же я мой шелькин исчезну сейчас я здесь я есть я ем я сплю я развиваюсь и вот сейчас какой-то момент я перестану быть перестану существовать как им как же мир может остаться без меня мое я вот это мое внутреннее я оно и боится самой смерти то есть вот этого исчезновения из этого мира все равно нам что как бы да там не знаю что мы не вернемся в этот мир мне главное что мое я осталось мне все равно что да хорошо я не знаю что будет после смерти но я то еще буду где-то там может быть я буду но сейчас мне говорите что меня вообще не будет мое я исчезнет это самое страшное это основная причина того почему мы с вами боимся смерти конечно если мы все-таки с вами говорим о смерти и понятие смерти но большей части связано с каким-то физическим с вами с телесными нашими ощущениями физическом плане есть и духовном да как бы есть смерть что такое смерть что такое вообще в принципе человек у него есть физическая составляющая есть духовная составляющая и мы все знаем что происходит после смерти с телом тело просто лежит его кладут в землю оно лежит в каком-то ящике иногда дорогом иногда все-таки более дешевым да но лежит в ящике мы хотя бы знаем что происходит с телом что же происходит с душой и вообще она как бы должно не то чтобы назвать это душой это нечто я но это бестелесное я то есть когда мы с вами живы вот это бестелесное я Оно соединено с телом А когда наступает смерть, то тело уходит А бестелесное я, оно остается Где-то там, мы его не видим, но оно существует И в момент смерти они разъединяются И вот здесь происходит страх Потому что что такое я? Я это, с одной стороны, конечно, то, что вы видите Это мои руки, ноги, плечи, глаза Но есть еще мой характер Вот это я, мой шаэлькин, мой характер, мой взгляд на вещи Моя любовь к чему-то, моя какая-то неприязнь к чему-то Вот это есть я Я это не только то, что вы видите И вот когда мое физическое тело кладется в землю А мое я духовное или бестелесное, как мы уже сказали Оно где-то там, то вот это я начинает пугаться То есть что мне теперь делать? Исчезное или не исчезное я? И это то, что мы с вами боимся Что же будет с моим я? Потому что давайте представьте себе просто Может быть, это, конечно, тяжело представить Но представьте себе, что у вас была бы такая возможность Как прийти в магазин и на уровне того, как вы покупаете свои вещи Рубашки, носки, все что угодно Вы могли бы купить себе тело Просто выбрать себе тело То есть ваше внутреннее я Ваше сознание просто взяли бы И переставили в какое-то другое тело Но вы бы остались своим я Вы там, не знаю Но у вас было бы действительно только одно правило Что мужчина может остаться мужчиной, а женщина – женщиной Потому что так логично Как бы вы к этому отнеслись? Наверное, тяжеловато Потому что мы любим свое тело Мы любим то, как мы выглядим Ну, чаще всего Есть те, кто не любит начинать с ним что-то творить Но мне лично нравится по большей части Как я выгляжу в зеркале И поэтому, когда мне это отнимают Мне страшно Ну, как бы, что Подождите Я, вот это целостное я Мне страшно Но когда мне скажут, что Мы у тебя, например Тебя ставим тело А твое я бестелесное заберем Вот теперь подумай Чему бы вы испугались больше? Когда вас забрали бы тело? Либо когда бы вас забрали Ваше я? Совсем недавно На острове Крит Нашли очень интересную табличку Со скрижалями На одной стороне Был нарисован человек идущий Чуть ниже Был нарисован Человек лежащий Видимо, уже мертвый С другой стороны таблички Значит Была нарисована птица По всей видимости Это его душа Которая выпорхнула из него И в самом низу Был еще более-нибудь Очень интересный рисуночек Там была нарисована Гусеница И рядом с ней бабочка На самом деле Почему Что там подразумевалось За этими скрижалями За этой табличкой Не очень понятно Но на мой взгляд Как я уже сказал Идущий человек Это живой человек Лежащий человек Это мертвый человек И душа Это птица Которая из него вылетела Что же такое гусеница и бабочка? Можно лишь только предположить Гусеница Когда она еще гусеница? Для нее момент Вот этого перерождения в бабочку Он страшный То есть Она же не знает Что с ней случится Ну По крайней мере Так мы думаем Гусеница не представляет Кем она будет Мы с вами знаем Что она станет красивым Существом И мы будем хотеть Его поймать Но в данный момент Для гусеницы То что будет после того Как она вылезет из кокона Это смерть Ровным счетом Так же как и для бабочки Бабочка Которая уже вылетела И вылупилась Если так можно сказать Она может быть Даже и знает Что когда-то ее не было Но для нее Это ни о чем не говорит Окей не было Сейчас я есть Для гусеницы И для бабочки Они друг друга Вообще никак не соотносятся Для нас с вами Это один организм практически А для гусеницы Бабочка Это непонятно что Для бабочки Гусеницы Тоже непонятно что Так для нас с вами Мы есть сейчас Мы живем здесь И то что будет после смерти Это непонятно Это страшно И неизвестно Нас Не будет Вот этой гусеницы Да Вот этой гусеницы Я гусеница Ее не будет там Когда она станет бабочкой Там будет я бабочка Там будет нечто другое Я Это плохое? Нет Наоборот Мы видим что гусеница Это что-то непонятное А бабочка Это что-то красивое Да Но гусеница об этом не знает И мы с вами тоже Живя здесь Мы не знаем Что будет там Может быть там даже лучше И интереснее Мы поэтому Собственно мы этого И боимся с вами Похоже что На сегодняшний день Люди все больше И больше И больше Предстоит бояться смерти С одной стороны С другой стороны Они как-то Подумывают об этом Все чаще и чаще Неспроста В последнее время Вернулась практика Бальзамирования людей То есть как бы Мы стараемся Отложить вот этот момент Да Полностью Исчезновение нашего с вами Я бы не удивился Если бы Может быть Через некоторое время Мы с вами Приехали на кладбище Увидели бы рядом Не знаю Какие-то там Не знаю Опять же Гусеницу Какую-то карточку Там да С нарисованным человеком С ближайшим человеком Не важно Лишь же Какой-то примет Его обихода Какую-то там Не знаю Кухонную утварь Ну все что угодно То есть возможно Это все вернется Но Пока нет И Нужно понимать Одну очень простую вещь Вот все наши Представления Что после смерти происходит Будь то мы Бабочка Или не бабочка Это всего лишь представления Мы точно не знаем Никто оттуда не возвращался Да Мы точно не знаем Что там происходит Мы Видели только То что написано В книгах И поэтому Все наши картинки Образы Это Лишь Ну Не буду Говорить это слово Но это бред Дорогие мои друзья Это небольшой бред Потому что Все Что мы Как бы себе там Представляем Это только представление Давайте разбираться Что же на самом деле С точки зрения Даизма Как это все выглядит Как это работает Бояться Ну практически нечего Давайте смотреть Мне все-таки придется Использовать Некоторые такие Картинки Либо Какую-то символику Потому что К сожалению У нас нету с вами Определенного опыта Как еще по-другому Можно описать То что мы С вами сейчас Будем обсуждать Отчасти Может быть Чтобы вы меня Лучше поняли Все вы видели Сны своей жизни Когда мы с вами Что-то видим во сне Это Что-то непонятное Это на уровне Между тем миром И этим миром Этим физическим миром И тем духовным То есть сон Он как бы И мы там проживаем Некоторую жизнь Иногда даже мы На уровне сенсорных Каких-то вещей Чувствуем что-то Например Я Знаете Говорят, что Когда человек Ребенок летает То он Якобы во сне растет Он летит Он видит Как он летит А вот в этот момент У него Рост какой-то Физический происходит Не знаю Никто, наверное Не ловил человека В тот момент Когда он летал во сне И насколько он вырос В данный момент На какой-то Количество сантиметров Или миллиметров Я, например Расскажу вам честно Что я Это действительно Со мной происходило Я несколько раз В свою жизнь Видел, как я Падаю Я видел себя Со стороны Как я летел Лечу с 11 этажа Какого-то дома Действительно Прямо лечу И падаю И в момент Когда я падал Это было очень страшно Я не мог никак остановиться В тот момент Когда я падаю Я Прямо ударялся Об кровать Что оказалось Как я физически Могу удариться Это же все-таки Мне снилось Очень просто Однажды Я себя поймал Я проснулся В этот момент Значит Что В момент Моего падения Оказывается Я прогибал спину И когда я падал Я резко ее опускал И у меня Создавалось ощущение Что я упал на землю И это Скажу вам честно Да, действительно Это было страшно Я рассказал это Своему отцу И папа мне сказал Что в следующий раз Когда мне будет сниться Этот сон Просто пойми Что это сон Я так и сделал Больше мне этот сон Не снился К сожалению Но это частый сон Я помню его до сих пор И к чему я вам рассказываю Во-первых Мне просто хотелось С вами этим поделиться Во-вторых Просто опять же Видите Где-то там я падал Но ощущал я физически Что я падаю здесь То есть Вот эта вот Такая перемычка Она действительно существовала И нам Мы будем Собственно Сейчас пытаться Объяснить смерть То, что мы с вами Не знаем Какими-то с вами Привычными Понятиями И какими-то С вами Привычными словами А теперь давайте Разберемся С точки зрения Юдаизма Что происходит с душой После того, как она Покидает Физическое тело Первое место Куда она отправляется Называется Улама Димьон Либо мир воображений Это очень интересная Стадия для души Она как бы Уходит уже Из физического тела Тело остается здесь А душа Уходит в некий Другой мир Не надо только Себе представлять Сейчас, что это Находится где-то За дверью Это где-то Находится там Где мы с вами Даже не можем Вообразить Это воображаемый мир И туда уходит Душа И самое интересное Что она там Находится И продолжает жить Так же Как она жила Здесь В этом В этом мире То есть Она ходит На встречи Она занимается Спортом Она готовит Себе завтраки Она продолжает жить Поэтому это Собственно Называется Уламодимьон То есть Мир уже не существует Физически Но душа Продолжает жить Так же Как она жила До этого И причем Написано Что туда В этот мир Переносится Все воображения Все знакомства Все события Которые происходили С человеком За всю его жизнь Они переносятся туда Это такая Некая копия Если можно так сказать Копия вашего мира Только же В духовном плане И если Можно как-то Наверное Здесь Чтобы вам было Более понятно Это практически Как фантомная боль У человека Который Не дай бог Потерял Какую-то Конечность То есть Человек Потерял Не дай бог Ногу И она у него Все равно болит То есть Человек может Смотреть на свою ногу Он видит Что ее нет Или части этой ноги Нет Но вот эта часть Которой у него нет Она болит Или чешется Иногда Я знаю Бывает То есть Человек понимает Что с одной стороны Это ненормально Такого им быть Не может Второй стороны Он чувствует Некий дискомфорт Нога чешется Но ее нет И так же душа То есть Как бы она Продолжает жить Но в мире В котором не существует Физического мира Там нет Это первое Зачем она туда Попадает Она попадает Туда Для того Чтобы Быть плавной Подготовкой К следующему этапу Следующий этап Куда попадает Душа Называется Кафакела Либо Ну это не очень Хороший перевод Но другого Пока мы с вами Не найдем Или Проща То есть Это Мир В котором Душа уже Точно осознает Что у нее Нет физического Телла И она уже Понимает Что все Наступила смерть И нет смысла Там назначать Какие-то встречи Либо готовить завтраки Душа В данный момент Видит Сейчас всю жизнь Прожитую ей Как Одним большим фильмом И она проживает Его еще раз Еще раз Еще раз Еще раз Это как Помните Известный фильм День сурка Когда человек Уже на утро вставал И в пятый Шестой раз Он узнал Что сейчас Он наступит в лужу И он должен Обойти Также Вот этот мир Кафакела Когда Наш человек Смотрит на все Свои поступки Оценивает Их уже В комплексе И понимает Что как бы К сожалению Уже в принципе Ничего изменить нельзя Но Если бы можно было То он бы сделал Вот так Вот так Вот так Вот так Это как Знаете Когда мы с вами Уже будучи Взрослыми людьми Смотрим на Наши с вами Поступки в детстве То есть Когда мы видим Что мы обидели Какого-то Васю И думаем Вот жалко Что мы обидели Вот этого Васю Да Потому что Потом-то мы знаем Что Последствия Были такие 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 Если бы мы с вами Васю не обидели То может быть Этого бы не произошло И у нас были бы Хорошие отношения Но в тот момент Когда мы с вами дети И мы Васю обижаем Нам как бы все равно То же самое То же самое приходит Скафакел Мы смотрим На всю жизнь В комплексе И мы понимаем Что вот это событие Оно потянуло С собой Вот это событие И так дальше 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 И мы уже можем Как-то оценивать И когда мы оцениваем То иногда Это нам причиняет Некую боль То есть мы понимаем Что вот эти поступки Некоторые эти поступки Они для нас К сожалению Причиняли дискомфорт Лучше бы мы их С вами не совершали Для чего нам нужна Вот эта стадия Это знаете После того Как мы с вами Посмотрели на всю Свою жизнь И оценили Все свои поступки Иногда даже поняли Сколько силы И впустую Мы потратили На какие-то вещи А некоторые Дай бог Были хорошими И сейчас Мы бы Может быть И хотели бы Что-то исправить Мы уже не можем Потому что поступки Которые мы совершали Мы совершали При помощи тела А тела у нас В данный момент Сейчас с вами нет Это как знаете Если вы не знаю Работаете У вас есть работа Которая тесно связана С вашим автомобилем И вдруг Я думаю Сейчас все автомобильцы Понимают Что вдруг Вы понимаете Утром вы приходите Она не заводится Автомобиль не едет И вы осознаете Что сейчас Весь предстоящий день Который был расписан Он идет в тар-тарары Нужно все переделывать Вызывать такси Потратиться много денег И начинается огромное количество проблем То же самое с телом Мы сейчас бы хотели бы Может быть что-то исправить Но тела нет Тело не работает Его уже не существует Мы далеки от тела И вот этот этап Он нелегкий И душе тяжело И неприятно Он мягко нас подводит К следующему Следующий этап Который называется гейном Он переводится как ад Но только давайте Дорогие друзья Не бойтесь В иудаизме ад Это нечто Не то что вы можете Услышать у других религий Ад Это некое такое Лечение То есть если предыдущий этап Кафакела Это знаете Когда вы пришли на прием К врачу И вам ставят диагноз Чтобы понять От чего вас лечить То теперь ад Или гейном Наеврите Он момент Где вас будут собственно лечить И насколько долго будет Проходить лечение Это зависит от того Насколько вы Мягко говоря Не очень хорошо себя вели в жизни Потому что душа После того Как она уходит Из этого мира Она должна очиститься Чтобы вернуться обратно Ко всевышнему наверх Но она не может быть Возвращенной В таком грязном виде Грубо говоря Поэтому представьте себе Что вас Значит Вас засовывают Такую большую-большую стирку Большую-большую больницу Где вас вылечивают Работают над вами И мы с вами знаем Что иногда лекарства Это не очень приятно Но они действуют Поэтому мы с вами Находимся вот в этом Аду Ад Это не там Где мы с вами Сидим И языки пламени Нас обжигают Нет Это тоже неприятная история Но там больше Все-таки идет Вещь на осмысление Мы обдумываем Свои поступки И мы раскаемся за них И немножко переживаем Что мы же уже не можем Ничего обратно вернуть И вот, дорогие друзья После того, как душа прошла Все эти три этапа Она наконец-то попадает в рай В любом случае Всегда душа попадает в рай Что такое рай Я так красочно описал Предыдущие три этапа И теперь, наверное, вы ждете От меня еще более красочного Красочного описания рая Но, к сожалению В иудаизме В ибрейских книгах Этому не отведено Очень большого количества Написанных книг Либо вообще историй Рай Можно описать только в двух словах Когда-нибудь в своей жизни Вы чувствовали Некое Как вам сказать Потрясение Или же Вы вдруг Осознавали какую-то Великую, святую вещь Я не говорю сейчас Когда вы учили алгебру И вдруг поняли Как работают эти примеры Просто вы понимали Что есть что-то В чем-то Когда вы утром встаете И перед вами есть Огромное количество проблем Вы приходите на работу И начинаете их проходить Эти проблемы Решать, решать, решать Решать, решать И вот в конце концов Когда вы решили То эти проблемы Не то чтобы исчезли Они еще помогли вам Теперь вырасти Вас вызывает начальник И говорит Дорогой мой друг Теперь ты не начальник отдела А мой зам Благодаря чему Вы стали замом Благодаря тому Что вы прошли Все эти этапы Вот этих Вы решили все эти проблемы И в этот момент Вы Может быть не очень правильно Да, конечно История Не очень правильно Все сравнивать Но Но вы в этот момент Счастливы Теперь представьте Что Всевышний Которого Вы никогда в жизни Не видели Может быть даже Никогда в жизни Не ощущали Вдруг вас Себе призывает И говорит Знаешь А теперь ты хороший Ты классный Ты молодец И я вам желаю Дорогие мои друзья Чтобы у нас Было вот этих Три Вот этих трех этапов Которые Мы с вами прошли Красочно описали Их было Мало Чтобы они были Очень короткие И чтобы мы с вами Всегда Сразу же попадали туда В рай Чтобы Всевышний Нас подзвал И говорил Ты молодец Ты же свою жизнь Провел хорошо Не бойтесь смерти Потому что Знаете Что всегда Все заканчивается Замечательно